Где мы? На экваторе! Мы на экваторе. 0-0-0 юга, 88-0-0 востока. Проплыл полмира, начиная с Крыма, пройдя Мальдивы, Африку, Египет, Таиланд, Японию и вернулся к берегам Гамчатки. Практически кругосветное путешествие совершил наш земляк Виктор Марченко. Он со своей командой пересёк экватор на небольшой яхте. Всё путешествие заняло семь месяцев. О том, как пришла такая безумная идея и с какими трудностями пришлось столкнуться, Виктор рассказал в эфире Радио Камчатка. На самом деле, мечта эта носилась давно, всегда это хотелось сделать. План вынашивался. Да, план вынашивался, но он был настолько нереалистичный, потому что это очень тяжело, очень трудно. Дорого. Дорого. Богато. Ну вот, и просто подвернулась возможность, и особых размышлений по этому поводу даже не было. Были небольшие, так сказать, получил добро от близких. Бабло? В том числе. Добро и бабло. Ну, именно так я расцениваю, подвернулась возможность. Подвернулась. Это что такое за возможность? Это дорого было, а потом просто подвернулась возможность. Это как? Это ты нашел яхту у себя во дворе или как? Просто как это? Близкие они помогли финансово или благословили? Самое главное, что благословили. Иначе можно было просто не вернуться потом. Чтобы привести мечту в реальность, требовалось морское судно. У Виктора есть знакомый в Крыму, который в тот момент продавал яхту, которую путешественник и решил забрать себе. И вы отправились в Крым? И я отправился в Крым, забрал эту яхту, начал ее готовить к походу. Начал готовить людей, подобрал. Весь экипаж был камчатский. Часть команды, часть корабля. Часть команды, часть корабля. У нас все члены экипажа, это все яхтсмены, это все люди, которые тем или иным образом связаны с морем и работают в море. Все, кто ходит на небольших лодочках, на небольших яхтах, у нас здесь на Камчатке летом ежедневно, это все моряки. Вы все встретились в Крыму и отсюда отправились? Да, мы встретились в конце октября в Крыму. И 8 ноября 23 года мы вышли из города Севастополь. Свой путь команда во главе с Виктором начала с Черного моря, которая встретила искателей приключений с сильным штормом. Мы это все вынесли и через 3 дня мы уже зашли в город Стамбул, пролив Босфор. Это чудеснейшее место, очень красивое, очень историческое. В вашем послужном списке, значит, Мальдивы, Африка, Египет, Таиланд, Япония, Саудовская Аравия. А как происходит заход в иностранные государства? Там как погранслужба, как вас встречала? Или сложный процесс вообще вот так вот на яхте по всему миру? Ну, знаете, процесс на самом деле не очень сложный. То есть ты заранее, когда уже у меня был намечен план посещения тех или иных стран, но я уже начал непосредственно окунаться в структуру вообще, как это происходит в каждой стране отдельно. И в каждой стране по-разному? Нет, на самом деле в каждой стране практически все идентично. То есть процесс, он там 3-4 службы, которые ты должен пройти по приходу в эту страну. И в принципе все просто. Но приходится сталкиваться с местным колоритом. И у некоторых людей понимание разное. Особенно там мы столкнулись с проблемами в Африке. Это маленькая африканская страна Джибути. Которая одна из беднейших стран в мире. Но запросы у них... Ой-ой-ой. Просто, да. Что значит запросы? Нужно заплатить? Это давай деньги или мы вас съедим? Совершенно верно. Примерно так, да? Абсолютно точно. Я прям попал? Деньги давай, да? Виктор поделился, что в основном путешествие шло по планам. Но случались и неожиданные моменты. Так команда даже повстречала пиратов на своем пути. Мы проходили страну Сомали, всем известную. О как! Сомалийские пираты! Да, в Аденском заливе. Вот. И ночью... Сначала первую ночь, потом вторую ночь. Вокруг нас окружил какой-то либо катер, либо большая лодка. С целью разведки. То есть они смотрели, кто мы, что мы. Но нас не тронули. А как вы поняли, что это пираты? Ну там больше некому. Там такие места, что там с одной стороны Йемен, с другой стороны Сомали. Мы старались, я старался организовать наше путешествие таким образом, чтобы не просто зайти в какую-то страну и там поставить галочку, чтобы мы были, а именно посмотреть, как живут люди. Это очень интересно. Виктор мечтает снова отправиться в такое долгое путешествие. Есть уже несколько мест на примете, где команда не была. На данный момент мы отдыхаем, готовимся к работе. Нужно поднабраться еще опыта. Ну а так, конечно, очень хотелось бы посетить Южное полушарие. Есть еще мечты туда, на ту сторону сходить. Полную видеоверсию эфира можно посмотреть на YouTube-канале МассМедиа Камчатка.